Мои хорошие, всем привет! Честно, я очень рада снимать это видео, давно не было каких-то бьюти-обзоров И сегодня мы с вами будем вместе собирать косметичку на осень Я взяла свою любимую от G.I. Beauty, часто с ней путешествую, но сейчас она стоит у меня дома Поэтому все самое нужное, все самое главное я храню там Суперудобный формат, здесь у меня еще много пробников Сегодня будет не только косметика, но также я хочу вам показать парфюм и сделать акцент на том Что осенью я отдаю предпочтение определенным оттенкам, в том числе в макияже Но мне кажется, этой осенью особо актуальны оттенки коричневого, вот у меня сегодня такой топ Бордового, недавно тоже закупилась В телеграме, кстати, показала, как я собирала образы на эту осень Синий, серый, оливковый, бежевый, конечно же, белый и желтый Я так полюбила желтый, оттенка сливочного масла Мне кажется, особо актуально сейчас еще золото Поэтому на мне его сегодня очень много Давайте, наверное, начнем с ухода за кожей Это самое основное, мне кажется, в осеннее время года Потому что с каждым днем все холоднее и холоднее Кожа будет сушиться И за ней необходим тщательный уход Я постараюсь вам вкратце рассказать про каждый продукт Потому что на самом деле их очень-очень много Начать я, наверное, хочу вот с таких вот успокаивающих тонер-пэдов Со спашки с лотами От бренда Selimax Скажу честно, этот бренд приходил ко мне на рекламу Я влюбилась в первые секунды В первую очередь в упаковку, в подачу Для меня это супер важный момент Ну и, конечно же, после того, как я протестировала эти продукты Я не могла промолчать и не рассказать вам о них Эти пэды я использую вместо обычных ватных дисков Вместо того, чтобы брать отдельно тоник Отдельно лосьон для лица И отдельно ватный диск Я просто открыла для себя вот эти пэды Они работают точно так же Единственное, у них одна сторона более ребристая, а другая полирующая Я бы так сказала Я стараюсь не использовать вот эту ребристую часть Потому что у меня сейчас на лице остался загар после Сочи И я не хочу его лишний раз, скажем так, смывать Поэтому зачастую я использую только одну вот эту вот ровную мягкую сторону Перед макияжем Это просто идеальный вариант Поэтому эти пэды отправляются в мою косметичку Продолжая тему увлажнения и питания Я открыла для себя вот такую вот маску От бренда Jenny House Посмотрела в золотом его нет, но есть на озоне Честно, чего-то супер вау от этой маски я не ждала Но, когда я выложила в инстаграм Просто поделилась от своей аудитории Что вот мне прислали подарочек Многие мне написали, что очень классная маска Я ее протестировала И могу сказать, что была приятно удивлена Я так понимаю, что это какой-то корейский бренд Она классно питает, классно увлажняет И мне кажется, что именно на осень Это вот прям идеальнейший вариант Тоже отправляйтесь сюда Осень Значит, рано встаем в школу, в университет, на работу Неважно, даже если встаете в 12 дня Просто хочется освежиться, правда, прийти в себя Я люблю эти патчи Я думаю, что вы тысячу раз ото всех о них слышали Но просто потому, что они, правда, классные Тут, ну, спорить смысла нет 40 минут утром, да, не знаю Пошли пока позавтракали, пошли умылись После этого вы их снимаете И знаете, часть, где были патчи Она сильно отличается от, в целом, всего лица Поэтому я, кстати, часто стараюсь их использовать вместе с масками Люблю, например, от Дарлинг После мачи Мачи Так вот, после патчи, после масок Берем, значит, масло От бренда Дальба Насколько я поняла, это их новый продукт Потому что у меня его ни разу еще не было После первого применения я была в восторге Объясню, как лично я его использую Это просто масло С очень приятной отдушкой Которое в особенности люблю использовать утром Берем вот такой вот массажер Гуаша У меня тоже Дальба Можно взять любой Особенно, если у вас отеки Если вы любите делать массаж по утрам То вот, идеальная комбо Наносите на все лицо И по массажным линиям Проходимся С этой стороны она ребристая И можно еще по утрам делать себе массаж головы Ой, хорошо, прям даже сейчас Даже не с утра хорошо Скажу честно, что не обязательно использовать это масло Если вы просто хорошо увлажните лицо разными кремами, сыворотками То массажер и так будет отлично работать Но я люблю, чтобы все было идеально Поэтому к этой вещице тоже присмотритесь Это знаете, это больше даже дополнительное внимание к самой себе То есть у меня сначала патчи, маски Потом масло, массаж После этого только я все снимаю тоником Вот этими пэдами Наношу все кремы, все сыворотки И приступаю к полноценному макияжу Для меня это идеальный вариант Вот честно, чем больше продуктов для меня Тем больше я ощущаю, наверное, какую-то любовь к себе Что я о себе забочусь И вы, кстати, заметили, что сейчас девушки в 30 Выглядят на 20 Это вообще шок Продолжая тему ухода Я, наверное, вам сразу расскажу про бренд Cilimax Как раз-таки пэды тоже от этого бренда В общем, ну честно, я влюбилась Ну правда Из того, что мне понравилось Мне прислали много продуктов Безумно понравилась вот эта умывалка Пожалуйста, обратите внимание Она не сушит кожу Она классно очищает Вечером идеальный вариант Хорошо пенится, хорошо распределяется По-моему, на рынке это относительно новый бренд Хочется, чтобы вы тоже протестировали И написали свое мнение От этого же бренда Значит, это запоминаем Скриннем 100% нужно На зиму особенно Вот на осень может быть еще А вот на зиму 100% Кремовый тонер То есть звучит, как что-то очень увлажняющее И питательное Вот я даже сейчас на ручки нанесу И они уже совершенно в другом состоянии Если у вас сильно сушится кожа Зимой, осенью, весной Ну, может быть, даже летом у кого-то Мне кажется, это супер вещь, которая должна вас спасти Тоже попробуйте Об этом вкратце, потому что еще знакомлюсь с продуктами Но также у них классные сыворотки Вот эти эссенции Крем вокруг глаз И еще у них есть формат для всего лица Почти вся линейка мне полюбилась Бежим тестировать Может, кто-то уже пробовал? Напишите в комментариях Поговорим о бренде Herborian Эти две позиции у меня довольно давно Это двухфазный лосьон А это крем Там тоже было две консистенции разные И он у меня уже почти закончился Я его очень часто использовала весной Возможно, даже показывала в каких-то своих видео Но, мне кажется, осенью я вернусь именно вот к этим малышечкам Кстати, мне недавно пришла от них рассылка Давайте прямо сейчас откроем и посмотрим Вот, честно, так приятно Люблю бренды, которые очень внимательны Это у нас BB Concealer Супер BB Честно, я не видела, чтобы у этого бренда вообще были консилеры ранее У них есть идеальные дуэты Кстати, это круто Легкое покрытие, среднее и плотное Признаюсь, что чаще всего мне тональные основы вообще всех практически брендов светлые Поскольку, ну, вы видите, на самом деле я очень светлая Можно это понять по моим ладошкам Но я постоянно загораю Я постоянно использую разные автозагары Все ждут от меня видео про автозагары Но я напоминаю, что условием было 100 тысяч просмотров и 3000 лайков К сожалению, на видео они еще не набрались Но я подумала о том, что если на 40 тысяч подписчиков в Телеграм Я залью его туда Так что, если вы ждете видео от меня про автозагары Как всегда быть загорелой, красивой Буду вы только вернулись с отпуска Переходите в мой Телеграм-канал, подписывайтесь И на эту кругленькую дату я залью туда видео Ну, а мы продолжаем Как красиво Ну, вот красиво Здесь не просто так были эти комбо Потому что они положили сюда не только консилеры Но и тональные основы А это очень приятно Я хочу сказать так Я точно заберу себе, наверное, самый темненький Давайте его протестируем Хороший оттенок Немножко уходит в розовинку Но я думаю, что этот оттенок А это оттенок Доре Если я правильно произнесла Предполагаю, что он мне подойдет Что думаете? Ну, давайте еще откроем, наверное, нюд Я думаю, что он мне уже будет немного светловат Но, скорее всего, у него уже будет не розовый потон А именно желтоватый Давайте посмотрим А красивый Мне светлый, но красивый Вот обратите внимание на оттенок нюд Мне кажется, он подойдет именно большинству Но здесь еще есть третий вариант Это оттенок Клеер Я думаю, что он, скорее всего, уйдет прямо в розовинку Но обязательно сначала протестируйте где-нибудь в магазинах Ну и оттенки именно тональных здесь, к сожалению, для меня светловаты Здесь они нюд и Клеер Как раз-таки светленькие Но, кстати, у меня есть самый темный из их линейки И он мне хорошо подходит Поэтому, пожалуйста, присмотритесь А бренду Эрбориан огромное спасибо И один из оттеночков я кладу в свою уже тяжелую косметичку И последний продукт из ухода, который я вам сегодня покажу Это кушон от бренда Дальба Это SPF кушон, очень важный момент И, наверное, я рассказывала о нем просто всем своим знакомым Но в блоге ни разу Это суперудобнейший формат Наверное, удобнее я в жизни не встречала Здесь у нас спонжик Открываем И можно вот таким вот образом набрать продукт Он остается на спонжике При печатывающем движении вы проходитесь по всему лицу Можно же поверх макияжа, кстати И это идеальнейший вариант Потому что вы не пачкаете свои руки Если, допустим, здесь заканчивается SPF Как я сделала, да, такой небольшой лайфхак Залила туда SPF, тоже Дальба Но уже в другом формате Который именно нужно распределять пальчиками Залила его в этот кушон И дальше пользовалась с удовольствием И он очень эстетичный для меня Важно, чтобы продукты были красивые И чтобы у них был приятный аромат На мой взгляд, этот кушон полностью соответствует моим требованиям Поэтому присмотритесь Мне полюбился прям с первого же применения У них еще есть такие же оттеночные То есть как тональная основа Но мне опять же светловатые Поэтому я люблю именно прозрачный вариант Он не выбеляет, абсолютно не чувствуется на коже Точно, я думаю, что на протяжении еще очень долгого времени Он будет со мной Переходим к декоративной косметике И вы не поверите, но в моем арсенале появилась новая тональная основа Абсолютно, кстати, случайно Это Millennial Skin от Dolce & Gabbana Любовь с первого применения абсолютнейшая Рассказываю ситуацию У меня на протяжении, наверное, уже практически полугода Любимый тон от Babar Кстати, правильно произносится этот бренд именно так Вы мне тоже часто подсказываете За это вам огромное спасибо Я использую в оттеночке 0,7 Опять же, для загореленьких Но мне он сейчас чуть-чуть светловат Поэтому здесь, опять же, нужно тестировать И подбирать лучшее для себя Буквально за день до отъезда в Сочи У меня закончилась эта тональная основа Но в Золотом Яблоке этого тона нет В L'Etoile нет Я пошла по магазинам Нигде не нашла И подруга мне сказала о том Что можно заказать на официальном сайте Там есть все оттенки В Золотом они есть Но только, по-моему, в 3 или в 4 самые светлые Естественно, они мне не подошли На сайте я заказала Но я думаю, сколько мне ждать Пошла по магазинам Искать как бы хорошую альтернативу А я была со своей подругой Она визажиста И она мне сказала Попробуй вот этот тон Он супер Он тебе точно понравится Он легкий Я признаюсь, что не особо люблю Именно прям легкие тональные основы Но она меня убедила А это еще был самый последний В оттеночке 410 Сказать, что он темный Наверное, не сказать ничего Я говорю, давайте Ладно, беру Прихожу домой Через пару часов после заказа Бабар мне прислали уже тон Я заказывала сама Поэтому имейте в виду Если нет чего-то в наличии в магазинах То они очень быстро доставляют То есть через пару часов Этот тон был уже у меня Теперь у меня два любимчика Если брать Дольча Габана То, наверное, он очень легкий Правда Но при этом классно перекрывает Дает оттенок Если вы хотите быть позагорелей То он точно справится с этой задачей Не перегружая кожу Он матовый То есть после того, как он схватывается Можно даже не фиксировать пудрой Моя новая любовь Если вы спросите, что у меня сейчас на коже Так вот Я их просто-напросто смешала Мне кажется, получилось идеально Что думаете? Не бюджетные Но полностью себя оправдывают Так как мы собираем полноценную косметичку Чтобы сделать полноценный макияж После тона я наношу консилер Моя новая любовь Это Dope Это бренд Жени Ижова И моей хорошей подруги Конечно же, она мне подарила своих новых малышек И честно, это была любовь с первого применения Она так нахваливала Показывала свои сторис Я думала, ну что же там такое Думала, может быть, он слишком плотный Или наоборот, слишком легкий Мне нужно что-то среднее Но он идеальный У меня есть все три оттенка Третий Вот он, наверное, под цвет моей кожи То есть сейчас я могу, например, вообще не наносить тональный А использовать только консилер под глазки Распределить пальчиком или кистью Неважно Нанести немного коррекции И выйти вместо тона Просто супер На загорелую кожу Также, если, допустим, у вас средний загар Вы не слишком темненькая Не слишком светленькая Двойка подойдет Просто супер Ну и для высветления Из-за того, что у меня довольно темная тональная основа Мне, естественно, нужно будет пройтись консилером По зонам высветления Для этого я использую двоечку При этом она не выбеливает То есть нет такого, что у меня белые или там желтые пятна под глазами А остальное все коричневое Нет Прекрасно втушевывается в кожу В тон Не сушит При этом хорошая пигментация Поэтому вот честно От всего сердца От всей души Советую вам попробовать Мне лично безумно понравилось Еще есть однерочка Но это, наверное, для совсем светленьких девчонок После консилера у меня идет скульптор Либо же бронзер Это не новый продукт И вы его, наверное, видели у меня тысячу раз в видео Но я не могу вам его не показать Это бренд моей хорошей знакомой Леры Пименовой Я думаю, что вы ее многие знаете И у нее есть свой бренд косметики Я вам рассказывала про скульптор В оттеночке Well Know Сказать, что он идеальный Наверное, не сказать ничего Правда Это скульптор настолько правильного оттенка Что он подходит и светленьким девочкам И даже темненьким Как можно было это вообще придумать? Гениально Это у меня, кстати, уже вторая упаковка Наполовину полная Продукт, с которым справится, мне кажется, любой новичок Потому что скульптор и бронзер Это вообще немножко тяжелая тема Напятнить, уйти не туда Подчищать Получается грязь Очень тяжело Особенно новичкам Этот продукт суперудобный Я про это уже говорила Так вот Почему он, собственно, сегодня в этом видео Потому что у нее вышел оттеночек потемнее Называется SunKist 02 Для темненьких, загореленьких девочек Поэтому для визажистов, кстати, особенно Я знаю, что у меня их здесь много Всегда на фото и на видео Мы делаем кожу все равно позагорелее, посочнее Я уверена, что этот продукт вам зайдет Поэтому обратите внимание, пожалуйста, еще раз Светленьким девочкам Well-known Темненьким, либо же для макияжа, для разных образов SunKist Переходим к румянам Это моя личная новинка От бренда Anastasia Pitchy King Посмотрите, какой у нас сразу же мэч Ну просто Этот стик, он идет двойной С одной стороны у нас идет кисточка для тушевки А с другой стороны сам продукт Но скажу честно, этой кисточкой очень тяжело работать Потому что она плоская, маленькая, очень жесткая Возможно, если у вас вообще нет никаких продуктов до румян То есть вы наносите румяна на чистую кожу Без тональной основы, без консилера То, возможно, да, нанесли и вот таким вот образом растушевали Но если использовать эту же кисть на тональную основу, например То она может немножечко, знаете, как подскататься Поэтому советую нанести на ручку А затем уже, например, набрать на пальчик И прихлопывающими движениями аккуратно перенести Либо же кистью Очень красивый оттенок Скажу честно, не самые, наверное, бюджетные румяна Но оттенок у них, правда, очень достойный Особенно в осеннее время года Девочки, хайлайтер Невероятнейший Уже должен лежать у вас в корзине Чаще всего я его, кстати, наношу на зону декольте Но сегодня у меня другой продукт Честно, я не встречала хайлайтеров С более, наверное, благородным Но при этом очень ярким, правильным сиянием Сложно объяснить Но сейчас он на мне Вы можете наблюдать, насколько он невероятнейший Других слов у меня нет Бренд на Елари Вы мне писали, как он правильно называется Давайте я проверю Сейчас читаю ваши комментарии Знаете, просто пролистываю, чтобы найти И так приятно, честно, когда вы пишете теплые слова Безумно ценно Най оле... Най оле... Аля... 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 Най оле... Най оле... Най оле... Аля... Я не знаю, как Тут даже на русском непонятно Правильное название этого бренда Най оле... По крайней мере, здесь написано так Его нужно буквально чуть-чуть Вот прям набирайте капельку-капельку Этого достаточно, чтобы добиться Деликатнейшего сияния на выступающих зонках Я наношу на скуловую кость Чуть выше На кончик носа На спинку Чуть-чуть подбородок И можно прямо остатками пройтись под бровкой Это уже не модно Ну, просто по привычке я так делаю Ну, конечно же, в косметичке должна быть пудра Честно Вот я не нашла еще ничего лучше, чем пудра от Anastasia Это моя любовь у меня в оттенке ванила Уже про нее рассказывала Поэтому много уделять внимания ей не буду Но просто попробуйте Особенно она подойдет тем, кто любит делать такой яркий, сочный макияж Даже не в плане яркие губы или яркие глаза, нет А в плане плотный тон, поярче коррекция Для вас это будет идеальный вариант Если вы делаете изначально очень легкий, то он практически не наносите продукты Кстати, так красится, мне кажется, большинство То для вас она может быть плотновата Тогда возьмите, например, от Chic Базовая пудра, сияющая, подсвечивающая, очень красивая Давайте с вами перейдем к роскоши Это мой любимый вайб У меня есть друзья-байеры, через которых я, собственно, заказываю практически все брендовые вещи И недавно они были в Европе, в Милане И я попросила урвать мне косметику Вы знаете, я никогда не гналась за то, чтобы у меня была красивая, эстетичная, вот эта вот пафосная косметика Из разряда Chanel, Hermes, Gucci, Dolce & Gabbana И практически вся косметика у меня именно рабочего, скажем так, характера Есть красивые позиции, но зачастую они просто лежат у меня красиво на полочке Я ими особо не пользуюсь Они для эстетики Но тут мне прям захотелось В последнее время я прониклась именно дорогой эстетикой Мне она правда нравится Я решила, что в моей коллекции обязательно должна быть, ну, красивая палетка Необоснованно дорогая И я ее купила Если я не ошибаюсь Если я не ошибаюсь Она стоила в районе 11 тысяч рублей Да, да Правда, не обоснованно дорого Но И вот она такая Просто она И она этого заслуживает, понимаете? Она этого достойна Поэтому, девочки, на себе не экономим Я всегда за это Вот правда, ну я захотела, да Когда я ее открыла, я еще сняла обзор, распаковочку Unpacking свой инстаграм Можете посмотреть, перейти Потому что я заказала не только это, еще много всего другого Знаете, я ее открыла и душе приятно Только упаковочка что-то у нас Хлюпенькая Ну ладно Честно, я особо не планировала вообще Пользоваться этими продуктами То есть это, знаете, больше, наверное, для красивых фото Но я решила сегодня, ну, потестировать, да Все-таки за 12 тысяч, за 11 Что же мы с вами получаем? Так вот, мы получаем очень даже достойный продукт Оказывается, представляете? Я в шоке Возьму свою новую кисть Про них мы тоже поговорим Вот так, значит, набираем сначала бронзер Зашлифовываю И какой он деликатный С ним получается очень дорогая кожа И это правда То же самое касается и румян Они сейчас точно так же на мне Возможно, на камере их так не видно Но в жизни очень красивая Деликатная, знаете, вот эта свежесть Хайлайтер аналогично Здесь у меня, конечно, преобладает Как раз-таки хайлайтер от этого бренда Тем не менее Это тоже очень мелкодисперсный И он прямо зашлифовывается в кожу Поэтому, если вдруг вы хотите себя именно побаловать Эта палетка идеальный вариант У меня самый светлый оттенок Light Coral Вот такое Ну а теперь от роскоши Мы немножко перейдем к бюджету Потому что он тоже очень важен И очень нужен И несмотря на то, что эта палетка Супер универсальная Здесь есть все Я хочу вам показать румяна Которые тоже достойны вашего внимания Безусловно По распаковке из золотого яблока Кто еще не видел это видео Очень советую к просмотру Я набрала кучу румян Просто штук, наверное, 10 Потому что почти год У меня были одни румяна от Gucci И я захотела попробовать что-то новое И это абсолютнейшая любовь Абсолютнейшая любовь Румяна Luxe Visage В оттеночке 02 Уже, конечно, видно, да? Вот она вот Вот у нее такой звучочек, да? Но какой невероятнейший Дорогой Благородный Это новое мое любимое слово Который, мне кажется, подойдет абсолютно всем Как и светленьким девчонкам Так и загорелым С разным потоном кожи Супер универсальные Просто посмотрите Мне безумно они понравились Надеюсь, по составу там тоже все в порядке Ими, честно, очень тяжело переборщить Они супер деликатные Дорого смотрятся Несмотря на свою цену, кстати Стоят они в районе 200 рублей Поэтому, надеюсь, они тоже уже лежат у вас в корзине Хайлайтер, про который я не могу не рассказать И мне кажется, я уже показывала их в одном из своих видео Но я хочу вас немножко предостеречь, наверное Потому что они шикарные Они невероятные Румяна Rare Beauty Популярные Нашумевшие Но история, значит, с ним вот такая Он у меня просто разбился Когда я была в престуре в Сеуле Вместе с брендом D'Alba Я открываю свою косметичку И смотрю, у меня все сияет Вся косметичка у меня сияет Я думаю, что же у нее случилось А у нее случился мой разбитый хайлайтер Обидно, честно Потому что стоит он, ну, недешево И при этом, мне кажется У меня никогда в жизни особо косметика не ломалась Для меня это было большим удивлением Наверное, разочарованием Этот хайлайтер настолько красивый Что ему это простительно, честно Несмотря на то, что больше половины продукта Я бы даже, наверное, сказала Почти весь продукт Просто поломался И мне пришлось его выбросить Я не хотела восстанавливать Осталось здесь совсем чуть-чуть Но я скажу вам, что вот этого То, что здесь осталось Этого хватит, мне кажется, на год Потому что он настолько пигментированный Настолько яркий Что его нужно буквально чуть-чуть Совсем-совсем Красивый продукт Но очень хрупкий Поэтому, если вы даже себе его приобретаете Имейте в виду, что с ним нужно супер аккуратно Не перевозите его никуда Пусть он просто красиво лежит И радует глаз у вас дома Стрелки Мне кажется, про них у меня спрашивают чаще всего Я в очередной раз вам покажу вот эту палетку От бренда Pupa Которую полюбила Но просто, наверное, с первого применения Я всегда рисую стрелочки с самым темным оттенком Буквально недавно прошел мой марафон Девчонки обучались в макияже для себя У них был и дневной макияж, и вечерний, и стрелочка И там я их учила, как же правильно их рисовать Возможно, осенью у нас будет распродажа этого курса По очень приятной цене Поэтому следите в историях Там я рассказываю, как же сделать такие идеальные, эффектные стрелочки Просто на каждый день Причем за минуту Возвращаемся к теням К сожалению, один оттеночек у меня тоже поломался, раскрошился Поэтому сейчас стараюсь его особо не трогать Он у меня сидит дома Но про эту палетку я говорю абсолютно всегда Потому что она супер базовая, супер универсальная Подойдет как новичкам, так и профессионалам Мне очень нравится пигментация, качество этих теней Поэтому обратите внимание, это у нас 001 Брови и глаза в двух словах Сколько гелей для бровей я попробовала в своей жизни Я, наверное, не пересчитаю Но новый продукт от Influence, честно, меня очень впечатлил Этот гель, знаете, он как клей, мне кажется Очень сложно его с чем-то сравнить Потому что мне кажется, что Influence сделали, по сути, какой-то новый продукт Который идеально справляет со своей задачей Поэтому, пожалуйста, присмотритесь Очень у него такая гелеобразная, необычная текстура И тушь, возможно, про которую я также уже рассказывала Но это моя любовь на протяжении уже нескольких месяцев Наверное, с момента, как я побывала на мероприятии Vivienne Sabo Где они презентовали как раз-таки эту тушь Arabic Noir Все, это моя любовь Она у меня сейчас на ресницах Когда я узнала, что в Сочи я поехала без туши Не знаю, каким образом я ее забыла Естественно, первым делом я пошла в золотое, чтобы купить ее себе Самая черная тушь, мне кажется, которую я пробовала А мы с вами переходим к губам У меня, ну, очень много продуктов для губ Поэтому присаживайтесь поудобнее И начнем мы, наверное, с самого необычного Это молочко для губ Недавно в сторис я выкладывала процесс моего макияжа утреннего И как раз-таки я нанесла этот продукт И у меня все спросили, Катя, что ты нанесла? Потому что выглядит он супер необычно Ну, вы можете заметить То есть это в прямом смысле молочко для губ Оно не похоже на бальзам, на блеск, маску ночную Нет, это молочко То есть, ну, вы представляете, да, что когда вы мажете, например, тело молочком Примерно те же самые ощущения у вас на губах При этом оно очень классно увлажняет, питает И в целом, когда я первый раз его попробовала Это были очень странные, необычные Наверное, даже непривычные ощущения В общем, мне кажется, вы поймете Только если попробуете это на себе Советую очень эстетично Полторы тысячи рублей В целом довольно приемлемо Здесь довольно много продукта, надолго хватит Ну и если уж мы с вами заговорили про необычные продукты для губ То это роскошь Сразу предупреждаю, да Шанель Значит, это у нас сыворотка Я видела у разных бьюти-блогеров этот продукт И подумала, ну мне надо тоже Точно так же заказала через байеров Мне привезли стоимость около, если я не ошибаюсь, 6 тысяч рублей Ну то есть не бюджетно, да Оно того стоит, правда Вот буквально даже я сейчас нанесла на руку Супер увлажнение Опять же, этот продукт не похож на то, что мы с вами используем обычно в повседневной жизни Во-первых, он не остается на губах То есть ты его наносишь И он сразу же впитывается То есть как вода условно И если все-таки вот это молочко, оно остается липким слоем То эта сыворотка, она именно впитывается Да, там есть тоже небольшой липкий слой Но как будто бы она настолько питает твои губы за 10 секунд Что это не сравнить ни с чем Как будто бы ты нанесла крем Который сразу же впитался и дал просто вот это увлажнение Честно, я не ожидала Я думала, ну для красивых фоточек Ну пусть будет Вряд ли это какой-то супер рабочий, интересный продукт Но я ошибалась Когда же это будет? Пожалуйста Ну и если мы затронули тему роскоши То, наверное, давайте и продолжим Как я понимаю, это бальзам для губ Также Шанель Не очень приятная стоимость, но очень приятная красивая упаковочка Красивая картиночка Что я могу сказать? Продукт, правда, очень красивый К сожалению, без отдушки У него есть мелкое сияние Сияние мне это немножко напоминает, если честно, какие-то двухтысячные Но почему-то с Шанель это в целом мэчится Очень удобный формат, чтобы взять с собой куда-нибудь и в течение дня увлажнять губы Знаете, если раньше я вам еще говорила Для меня так важен аромат Даже не то, как продукт работает, а именно как он пахнет То сейчас я буду еще говорить Мне очень важна упаковка Здесь без аромата, здесь мэча полного не произошло, к сожалению Но эта упаковка и вообще в целом Но она, но она Об уходе за губами мы с вами поговорили А теперь давайте перейдем к декоративным продуктам То, что сейчас у меня на губах Мне кажется, что за два года я вам не показывала ни одного карандаша для губ Кроме Stellar 0.9 Потому что это абсолютно моя любовь И честно, наверное, еще лучше продукта я не нашла Но в последнее время полюбился мне карандаш автоматический От бренда Influence в оттеночке 0.1 Очень красивый, холодный, прям правильный И он у меня по контуру губ Но в центре у меня относительно новый продукт Также от Леры Пименовой Матовый, вообще написано бальзам Очень красивый у него оттенок Просто невероятно То есть сначала ты наносишь, он вроде бы такой, знаете, как блеск даже Потом он становится матовым И оттенок у него такой осенний Не знаю даже, как это правильно сказать Потому что я люблю супер нейтральные губы Вы знаете, что я их крашу чуть ли не тональником Не люблю супер яркие акценты И думала, что это для меня тоже будет слишком, честно Но посмотрите, как он благородно, подчеркиваю это слово, смотрится на губах И он супер легкий То есть, знаете, он как будто бы тоже впитывается в губы Это довольно интересно Но при этом он матовый Но не сушит губы Это важный момент У меня оттеночек 01 Tea Rose Я так понимаю, что самый светлый И он идеально подошел лично мне Думаю, что светленьким девочкам Кто не любит яркие акценты Тоже он идеально подойдет Присмотритесь И приближенный оттенок На мой взгляд Это Clorance В оттеночке 06 Мне его подарили еще на день рождения Если я не ошибаюсь Вот их ароматы Именно у этих блесков У меня был такой В подростковом возрасте Я сразу как будто бы переношусь в то время Очень приятные воспоминания Ну и последний продукт для губ Про который я сегодня расскажу Это помада Gucci В оттенке 100 Меня постоянно спрашивают, что у меня на губах Ну и честно, это моя абсолютнейшая любовь Оттенок у нее супер красивый Знаете, это оттенок тональной основы Мне такое нравится Я люблю такое Я люблю высветлять губы Мне кажется, так они смотрятся очень дорого И макияж смотрится абсолютно иначе Очень подчеркиваются глаза Поэтому меня часто спрашивают Делюсь с вами своей любовью Абсолютной просто Ну что, с косметикой мы закончили А сейчас я хочу вам рассказать про кисти Это новые кисти в моей просто огромнейшей коллекции Недавно я была у Леры Ну как вы поняли уже И когда вы смотрите мои видео с макияжами Я постоянно использую ее кисти Потому что искренне их люблю И тут у нее вышли новые наборы И я говорю Ой, мне так нравятся они В общем, мне перепало, ну честно Очень мне понравилась лимитка В коричневом цвете Просто потому что это коричневый Просто потому что я очень люблю коричневый У них были последние две К сожалению, у них нет в продаже Но если у вас есть То вы правда везунчики Невероятные Номер S2 и S3 Но из того, что вы еще можете приобрести Это также новый набор Такой яркий Номера G1 G2, G3 Идеально подходит для сухой коррекции Наносить пудру Разные сухие текстуры Например, этой я обожаю Наносить бронзер Этой забираюсь во все уголочки И наношу пудру Также можно использовать для румян G2 Для хайлайтера Она наносит его за вас Идеально Какая она мягкая Вы не представляете Поэтому это тоже должно быть в вашем арсенале Если вы потратили еще не все свои деньги То продолжаем Ну еще одна роскошь Сухое масло для тела От Chanel И честно Опять же я взяла его больше для эстетики Серьезно к нему, скажем так Не отнеслась Но Вчера я решила его нанести на ноги Снимала опять же видео И вы не представляете Как красиво и дорого Это смотрелось Лайфхак Кто еще не знал Да, к сожалению Лето закончилось Но у нас еще есть Баби лето У нас еще есть осень Хотя бы сентябрь Можно где-то засветиться Наносите на открытые участки тела Например Сейчас оно у меня на декольте На ногах Безумно красиво переливается Приятный дорогой аромат Продукт, который правда заслуживает внимания Но Скажу честно Это далеко не первое масло В моем арсенале И плюс-минус Они все очень похожи Вы можете нанести Да хоть оливковое Если честно Мне кажется Это всегда будет выигрышно смотреться На вашей коже Но в чем плюс именно этого продукта Из-за того, что это сухое масло Оно практически не ощущается на коже Если вы его хорошо распределите по телу То оно не будет липким Оно будет очень приятно к телу Опять же, небюджетный вариант Стоимость в районе 12 тысяч рублей Да Но, знаете, как подарок, например Я считаю, это вообще идеальный вариант Особенно за границу приехали Вот, чтобы купить Что вы купите Вот, девочки Вот, вот это все Мы сразу берем вот такое Что еще брать за границу У нас все есть Продолжая тему тела Мне безумно понравился Парфюм Мист У меня есть целый набор Именно с этим ароматом Который мне привезли из Лондона Но я знаю, что он есть на озон Возможно, он идет чуть дороже, чем в Европе Первые разы, когда я наносила И крем И вот этот мист Гель для душа И маску У этого бренда много всего Да Я была в таком восторге В абсолютнейшем И в какой-то момент Его расфорсили все Я уверена, что вы тоже видели Упаковки, банки Потому что они были везде Но то, что мне запало в душу Это вот, наверное, именно Этот мист У меня он ассоциируется Со взрослой Статусной Женщиной Но, возможно, только у меня Увидите, берите Вот эта миниатюрка Очень приятная И хватает надолго Сколько я его использую? Уже, наверное, месяца два-три Продукт, который, мне кажется Я показывала тысячу раз И покажу еще Это лосьон Для тела От бренда Sun Bart С ванилью Мой самый любимый Опять же, эстетика Это все красиво Это все вкусно Но, мало того У него суперприятный аромат И когда я поехала в Сочи Единственное, что я взяла Для увлажнения кожи Это этот лосьон Он меня, честно Приятно удивил Потому что, во-первых Он дает приятный аромат телу Который держится Я бы сказала Часов пять А это довольно хорошо И даже, несмотря на то Что у меня была Загорелая кожа То есть, знаете Это все должно облазить И этот малыш Прекрасно справился Со своей задачей Конечно, на осень Я бы советовала Более жирные Более плотные Кремы для тела Про которые я, кстати, рассказывала В других своих видео Поэтому вы тоже можете Перейти и посмотреть Но этот вариант На мой взгляд Тоже должен быть В вашем арсенале Вкратце расскажу вам Про продукт Который меня влюбил Масло для кутикулы Также от бренда Шанель На самом деле Я вообще не ожидала От этого бренда Что мне настолько понравятся Их продукты Я думала, что это больше Все-таки про эстетику Но, оказывается Они очень действенные Я постоянно увлажняю кутикулу Она у меня сильно сушится Поэтому мне приходится Делать маникюр каждые две недели Даже если маникюр Еще не отрос Мне кажется Я нашла для себя Спасение Потому что Эта вещь Делает с вашими пальцами Что-то невероятное Обычно для увлажнения Используют масло Но это не очень приятно Поскольку оно жирное Все пачкается Телефон Потом все в этом Этот продукт Не жирный Он классно Быстро впитывается И при этом Ваши руки Ваши пальцы Выглядят супер ухоженно Я бы посоветовала Обратить внимание Последнее Про что мы с вами поговорим Это парфюм Абсолютнейшая моя любовь С этим я ездила в Сочи И это прямая Наверное ассоциация С этой поездкой Мы обсуждали с девочками Что напоминает Этот парфюм Так вот Он напоминает Дорогую кожу Сложно объяснить Наверное Вам нужно послушать Это конечно же Не для всех Потому что все индивидуально Первый раз Когда я его попробовала Я искала подарок Для Жени Ежовой На день рождения И попросила Консультанта Мне посоветовать Она достала Из ящика Этот парфюм Я говорю А вы что вы прячете Она говорит Да потому что Знающие люди Прекрасно понимают Что этот парфюм Долго не задерживаются Многие любят его Просто на себя побрызгать И уйти Да Поэтому он там Где-то в закромах Влюбилась моментально Просто моментально Пришла наверное Через недели две Чтобы его приобрести Его стоимость В районе 25 тысяч рублей Я скажу Что он абсолютно Стоит своих денег Потому что Он не похож Ни на что Кстати Когда я пришла Его покупать И нанесла На кожу Мне он показался Отвратительным Я не понимала Как он мне мог понравиться В первый раз Но позже Когда он раскрылся На коже Я не смогла остановиться И просто Ходила вот так вот Поэтому обязательно Вы послушайте Мне кажется На осень Он подойдет Очень многим И еще один парфюм Который влюбил Который влюбил в себя От бренда Мансера Изначально Этот парфюм Попробовала на себе Моя подруга Весь день Мы с ней провели вместе И я Каждые пять минут Делала ей комплимент Насколько Мне нравится Как раскрылся на ней Этот аромат Скажу сразу Он тяжелый Подойдет далеко не всем Если у вас Очень легкая Скажем так Внешность И натура Тогда этот вариант Точно не для вас Мне кажется Он подойдет Знаете Брюнеткам На вечер Но я не брюнетка И он мне не на вечер Но тем не менее Но шлейф Он идет за вами Еще мне кажется Километра три Не меньше Тоже послушайте И попробуйте Буквально один пшик Этого более чем достаточно Так что подытожим Этот вариант Мне кажется На все случаи жизни А этот такой вечерний Строгий Но оба варианта Невероятны Ну что Мы с вами собрали Полноценную косметичку Это были рекомендации Лично от меня На эту осень Делитесь своими Любимыми продуктами Не забывайте Подписываться на мои соцсети Там очень много Эксклюзивного И интересного контента А я буду ждать Вашей обратной связи Спасибо большое За просмотр И до новых встреч Увидимся уже В новом видео